МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Городская среда. С вами Тимур Туманов. В этом выпуске поговорим о курении. И как раз, кстати, наш сегодня специальный гость Наталья Горбунова. Главный специалист Центра медицинской профилактики по здоровому питанию и здоровому образу жизни. Здравствуйте, Наталья Александровна! Здравствуйте! Сразу хотелось бы перейти к делу и поговорить о мифах, которые сейчас ходят в последнее время, о менее вредном или даже безвредном курении. Я о новых способах потребления никотина и табака, таких как электронные сигареты, вейпы и ежесними. Ну и кальяны сюда тоже можно отнести. Да, Тимур, это очень сейчас такая тема актуальная. Почему? Мы забываем о том, что табак – это производство. Как любое производство, там есть маркетинг и маркетинговые ходы, которые делают все для того, чтобы поднять продажи этого продукта. Поэтому производители идут на разные ухищрения и уловки. Они говорят, что действительно кальян безвреден. Они говорят, что электронные сигареты или электронные мундштуки, они безвредны. Они говорят, что вейпы – это вообще просто самое безвредное, что можно придумать в курении. И многие утверждают, что если вы хотите спросить курить, то вам лучше перейти вот именно на такой способ вейма. Но мы с вами забываем о том, что любой маркетолог это делает очень красиво, завуалированно и не раскрывает всей тайны. Тайна и суть простая. Если в вашем, как называемом, обмане – это вейпы, электронные сигареты, на штуке добавлен табак, то это никотин. И это то же самое, что и сигареты. Ведь чем отличается обычная сигарета от кальяна? Сигарета – это сухой способ курения. Кальян – это увлажненный воздух плюс жидкость. Больше ничего. Но если мы говорим, что сигареты, они, по крайней мере, лицензионные, то сам табак для кальянов, он не всегда проходит сертификацию, лицензию. Поэтому мы сейчас с вами говорим о том, что подростки зачастую экономят на табаке, покупают в каких-то способных вручную баночках и совершенно не знают, что туда добавлено. Поэтому это еще и опасней. Плюс очень много заблуждений по кальяну, когда говорят, ну, я закажу кальян на молоке, он будет безвреден. Это ошибка, это миг, это заблуждение. Потому что все то же самое проходит через жидкость, и неважно, какая она будет. Если мы говорим, что человек может еще и усугубить, все это делают кальяны на пине. Это очень кремучая смесь, которая сильно и, скажем так, не совсем с приятными компрессиями, которая действует на организм цеполе молодой. Ну, тут вам сторонники вейпов, в частности, возразят, что опасность в сигаретах или в трубках, ну, в общем, сухого табака представляет не сколько никотин, а сколько продукты горения бумаги и самого табака. Чего, например, вейп лишен? Там есть только холодный пар. Это хороший вопрос, но я вам отвечу на него. Также уже научно доказано, что при сгорании вот этой спирали, там нагревается спиралька, при нагреве жидкости, которая добавляется вейп, она добавляется с табаком. И еще раз вернемся к тому, что мы не знаем, что наливают в эти маленькие флакочки, которые, возможно, не лицензированы, а развиваются где-то подпольно. При нагревании этой жидкости, прохождении через эту спираль пара, выделяется 32 агрессивных и совершенно не безвредных, а очень вредных вещества именно при сгорании с этим дымом и паром. Поэтому здесь мы ответим на этот спор, что это очень-очень вредно. И сразу переходя к другому вопросу, целью многих антитабачных компаний становится пропаганда вреда курильщика, как такового, для окружающих. То есть пассивных курильщиков, тех, кто рядом, переманивают, если так можно выразиться, на свою сторону и стараются через них повлиять на курильщика. А насколько вреден такой способ курения? Ну, то есть кальян, электронные сигареты и вейп. Тимур, отличный вопрос. Знаете, почему? Потому что очень многие даже молодые люди считают, что если они пришли в компанию, где курится кальян, они же не курят, они просто сидят в этом дому. Ну, что такое дым? Он совершенно не безвредный. Если мы втягиваем его в легкие, либо мы его нюхаем и дышим им через носовую колость, то это тоже самый вред, что если мы стоим рядом с человеком, который курит сигареты. Если мы говорим о вейпах, то, представляете, сейчас еще опасность состоит в том, что если сигарету выкурили и выкинули, то вейп ребята курят в машине. И не всегда открывают форточки, а рядом находится очень много людей, которые также вдыхают этот воздух, и это также опасно для окружающих. Если мы говорим про электронные сигареты, то, что нам говорят, что они безвредны, их можно курить в помещениях и рядом с другими людьми, это опять-таки обман. Нет доказательной базы никакой, что это безвредно. То есть производителями достоверно не предоставлены факты безвредности. Это всего лишь маркетинговые ходы. И когда мы говорим, что даже в электронных сигаретах это никотин, и все равно, даже если этот дым не видно, он поступает в воздух. Поступает в тот воздух, который мы рядом дышим. Поэтому безвредных нет заменителей табака. Что вообще могут об этом сказать врачи? Как все это действует на, так скажем, растущий организм? Актуальный вопрос особенно задается родителями, как объяснить и почему этого не стоит делать для молодежи. Мы объясняем очень просто. Дело в том, что, да, молодые люди, они чувствуют себя гораздо возрослее, если они держат кальян, или вейп, или электронную сигарету. То есть они хотят показаться, особенно перед девочками, поправировать, что они уже мужчины. Но мы можем говорить о том, что никотиновая зависимость – это зависимость. И независимо для себя ребята подсаживаются на никотин, на табак, на табак курение. И если это начинается с баловства, то он все равно приносит какую-то эйфорию. Эйфорию. А как и при любой зависимости, чтобы получить эйфорию, нужно получить и увеличить дозу. Поэтому ребята незаметно для себя переходят на постоянное курение. Это очень опасно. Если мы говорим, что молодые люди хотят понравиться девушкам, или прослыть действительно мужчинами, мы призываем их наоборот вести здоровый образ жизни, потому что это модно. И человек, который осознанно отказывается от любых пагубных привычек, это очень круто. Ну, все-таки подростков, тех, кто не достиг 18 лет, все-таки контролируют по большей части родители. Потом уже общество. И как родители могут понять, курит ли их ребенок, скажем, вейп? Тимур, смотрите. Вейпы, они все пропитаны добавочными маслами, то есть альматизаторами. И в любом случае, запах держится на одежде и волосах. Когда мы говорим, что они имеют определенные запахи, то есть и бубль, бум, и жвачку, там что угодно, это пахнет, жвачка пахнет изо рта определенное время. Если ребенок курил вейп, от одежды пахнет достаточно длительный период именно такими веществами. Плюс ребенок находится под эйфорией, у него очень переменчивое становится настроение. То есть настроение хорошее. Если, получается, организм начинает ломать, им хочется табака, то ребенок начинает быть нервным, чересчур агрессивным, и он пытается куда-то выскочить, сбежать и найти причину. То есть уйти из дома, чтобы покурить или еще что-то сделать. Поэтому, когда мы говорим об электронных сигаретах, да, тут сложнее определить, что ребенок курит, но это все то же самое поведение. Нужно смотреть за поведением, следить за поведением ребенка. Если оно меняется, нужно разговаривать и не бояться обращаться к специалистам. То есть вот со всеми этими желаниями выйти куда-нибудь, под всеми возможными предлогами, покурить, ребенок становится похож на матерого курильщика со стажем. Конечно, конечно. Как мы говорим, что у матерых курильщиков уши горят, как хочется курить. Например, у молодежи происходит то же самое. Давайте вот в период самоизоляции посмотрите, вернемся к интернету. Очень много ребят, которые курили кальян не просто раз в неделю, а уже каждый вечер, за ужином, где-то в кафе или дома. Посмотрите, сколько было отзывов о том, что как им хочется кальянную не покушать, не попить, не спортом заняться. А именно кальянная звучала очень часто. Это и есть привыкание. И в этот период очень многие, наверное, отказавшиеся от этой привычки, это была морская клонка. А если уж мы говорим о заведениях для курения, то кальянные закрыли первыми, как только особый эпиторежим вообще начался, они закрылись первыми до остальных заведений общественного питания и других общественных мест. То есть, почему? Это все правильно. Любая инфекция передается воздушно-капельным путем. Не только коронавирусная инфекция, но и такие заболевания, как гепатит, бытовой сифилис. Это никто не исключает. Когда курят кальян люди, особенно молодежь, они порой не заботятся об индивидуальных мушкуках. То есть, им выдают одноразовые в упаковочке, нетронутые. Ну, представляете, они, ребята, отдыхают. И уже забыли, какого цвета у них был мушкук. Они же разноцветные, а могут подать всем одинакового черного цвета. И молодежь начинает это все делать, как бы сказать, одна соска на всех. Но это утрировано, но это получается именно так. Если мы говорим, что воздушно-капельным путем передают множество инфекций, множество инфекций, не только коронавирусная, мы говорим о действительно страшных заболеваниях, о которых даже ребята не догадываются. Потому что мы говорим, что вплоть до того, что если у нас есть какие-то ранки на деснах, и где-то чья-то кровь попала на мундшек через рот, у кого-то закровоточили десна, то тот, кто курит следующий, есть возможность зародиться разными инфекциями, вплоть до совсем опасных. Это гепатит, это ситилиз, и даже ВИЧ. Есть какие-то медицинские исследования на тему передачи заболеваний через кальян, через, может быть, вейп, ну, скажем, не контактный, а именно воздушно-капельным путем. Вы знаете, такие исследования проводятся, но на данный момент Роспотребнадзор пока нам еще не выставил этих исследований, потому что, во-первых, это нужно же брать конкретно какие-то рабочие группы, контрольные группы. Это же не проверяется на животных, и поэтому достаточно тяжело выявить вот такую статистику. Но то, что говорят данные, о которых мы верим, это проверенные данные, то любая воздушно-капельная инфекция передается через слизистую, а рот, нос, глаза это у нас силие, которые у нас подвержены более всему. Хотелось бы еще, конечно, поговорить по поводу зависимости от электронных сигарет, вейпа и кальяна, потому что с чего вообще началось то, что курение таким способом более безопасное и меньше всего вызывает привыкание, потому что многие курильщики, только что начавшие или даже курильщики со стажем, быстро бросали традиционный способ и уходили вот в этот новый способ, в том числе, в том числе, потом и бросая вовсе курение. Сто процентно ли они вызывают зависимость в таком случае? Вы знаете, Тимур, вот таких сто процентов исследований у нас они проводятся, но пока у нас фактов нет, нам не предоставляют пока еще, но я могу сказать, что по тем выводам, которые уже сделаны, люди, которые начинают курить любую, любое приспособление, электронное либо неэлектронное, связанное с табаком, это вызывает привыкание, а привыкание усиливает дозировку. Дозировка это значит уже переходит в хроническое. мы сейчас говорим о том, что не бывает безвредных сигарет, если мы говорим о маркетинговых ходах, которые были в прошлом, это обычные сигареты, легкие, суперлегкие сигареты, все они содержат табак и никотин. То же самое мы говорим о кальяне, об электронных сигаретах и о мундштуках, которые сейчас тоже входят в новинку, но вейпы понятны. Дело в том, что во всех жидкостях и табаке, которые добавляются в эти устройства, содержится никотин и табак, а значит это идет привыкание, зависимость, которая переходит в хроническую. Если мы говорим о том, что кто-то говорит, я перешел на легкие сигареты, потом я перешел на электронные сигареты, в которых нет табака, но я просто держал психологически эту группу электронную, а потом бросил, это просто было реально желание человека бросить курить. Это был психологический настрой. А если мы говорим о том, что многие говорят, ой, я вот перешел на электронный, ничего мне не помогать, я как курил, так и курю, то это просто человек сам с собой не договорился и не хочет бросать. Он просто делает вид, что он совсем. Я думаю уточнить, что бывали и случаи и обратные, то есть когда человек начинал курить электронные сигареты и вейп и переходил к традиционному способу курения табака, что это тоже важный момент, все-таки привычка, она есть привычка. Я вот хотел как раз больше поговорить о привычке, о том, что кто-то курит, так скажем, у него есть психологический тип зависимости, эстетическое, что ему нравится все, все, что курение сопровождает, скажем, ему нравится не результат, а сам процесс, спускание дыма, нравятся зажигалки, нравится дизайн табачных пачек, такие люди тоже есть, это вокруг этого формируется такая своя эстетика. Что думает об этом медицина? Как-нибудь это психологическая проблема больше уже или это все-таки еще физиологическая потребность? Знаете, если мы говорим о антураже, как вы сейчас правильно сказали, то, что нас окружает, то он присущ любому человеку, кому-то нравятся галстуки, кому-то зажигалки, а кто-то очень классно достает какие-то сигары, очень дорогостоящие, которые единичные, нумизматика, скажем так, коллекционирование, да что угодно, это просто хобби человека, но если человек курит и говорит, мне нравится просто вот этот антураж, это самообман, он обманывает окружающих, он просто любит курить, и он не хочет этого бросать и делать, и мы говорим здесь, да, психологической зависимости тоже, а люди начинают оправдывать любыми путями, способами вот именно свое табаккурение, поэтому мы всегда говорим, не бойтесь обращаться к специалистам, с вами будут работать психологи, наркологи, и в этом ничего нет страшного, если вы обратились, все это анонимно, и вам будут помогать на всех уровнях именно отвыкать от этой привычки, и медикаментозно, если понадобится, и психологически тоже. А все-таки, так скажем, традиционная медицина, я ни в коем случае не хочу называть психологическую помощь не традиционной медициной, чтобы зрителей не вводить в заблуждение, но именно традиционная медицина, врач-терапевт, врач общей практики, когда к нему приходит курильщик, чем он ему может помочь бросить, есть ли какие-то сейчас препараты, ну, кроме никотиновых пластырей, жвачек и спреев. Тимур, это очень хорошая тема, почему? Потому что ее никто практически не затрагивает, и очень мало кто знает, что у нас в городе и вообще по России и в Татарстане есть школы здоровья, они находятся именно в центрах медпрофилактики, и у нас есть группы, именно школы, куда приходят люди с зависимостью кубака, их направляют наши терапевты, они прям пишут направление, эти школы бесплатные, где мы рассказываем, как, что и почему нужно сделать, где мы даем любую поддержку, помощь и направляем уже к узким специалистам, потому что каждый случай индивидуален, мы не можем говорить, что все курят одинаково, у кого-то это психологическая зависимость, у кого-то это именно никотиновая зависимость, поэтому здесь разбирается каждый конкретный случай, и говорить о каких-то прям волшебных таблетках, которые ты выпил и перестал курить, такого нет, это целый комплекс определенных действительно мероприятий, направленных именно на определенного человека. Курение, наверное, неспроста называют вредной привычкой, иногда даже смертельной, смертельно опасной привычкой, а вообще есть ли какая-то статистика смертности от курения вообще всего, и разделяют ли как-то курильщиков в этом случае по способу употребления? Да, хороший вопрос, на него будет еще лучший ответ, но у нас нет такого смыслового термина, что человек умер от курения. Дело в том, что привычка курить, она вызывает именно осложнение всего организма, то есть это начиная с язв, заканчивая онкологией, причем онкология очень тяжелая, начиная с ротовой полости, это рак языка, это рак гортани, рак носовой полости, заканчивая раком легких. Плюс здесь страдают и желудочно-кишечная система, и нижние верхние конечности. Это очень страшно, когда люди умирают от последствий табак и курения. А вот так, чтобы умер написан у вас умер от табака или от курения, у нас такого нет. И когда мы говорим подросткам, что поверьте, все имеет свое последствие, они скорее всего вот этого не верят, ну как сказать, что такое выкурить одну чековетку, внутри, ну кальян, а потом, когда девочки собираются замуж и рожают детишек, и поверьте, курение приводит к внутриутробной патологии плода очень часто или каким-то уже врожденным патологиям, особенно сердечно-сосудистой системой у детишек, они потом плачут и говорят, ну как, я же здоровая, и все забывают, что они в определенный момент просто курили. И мы говорим, что все имеет свое последствие и всегда негативное. Ну, если сегодня уже озвучивалось, что опасность курения сухого табака, в частности сигарет, представляют еще продукты горения бумаги вместе с пропиткой и самого табака, то вот что можно сказать о токсичности жидкости? Все-таки ну как-то немножко расплывчато 32 опасных соединения. Мне вот хотелось бы узнать, что эти за 32 опасных соединения и как они могут вообще повлиять на организм? Тимур, 32 опасных соединения это когда нагревается спираль вейпов. И я думаю, что если молодые люди будут смотреть, и не только молодые люди будут смотреть нашу передачу, то загуглить можно и увидеть очень много именно выброса вот этих отрицательных соединений в воздух и попаданий в кровь, а также к чему это приводит последствия. А если мы говорим сейчас об электронных сигаретах, о мундштуках и о кальяне, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не знаем, что туда наливают. Вот этот табак, который продается для кальяна, он стоит порядка 70-100-150 рублей, я не знаю точно, но вы представляете, что если хороший табак для кальяна настоящий цензированный стоят от тысячи, то есть человек покупает сам не знает чего, он покупает бомбу замедленного действия, и слава богу, если у этой бомбы нет аллергического какого-то подтекста, и у человека нет аллергии на какой-то цифр, что туда добавит, да, ароматизатор или еще что, если мы говорим об электронных сигаретах, наполнение вот этих маленьких вот пандыречков, которые, я тоже не знаю их стоимость, но я точно знаю, что если настоящий цензированный табак электронных сигарет, он стоит тоже очень дорого, жидкий, очень дорого, но продают не всегда, вы, ну, допустим, человек приходит и говорит, ой, я хочу вот такой вот, давайте мне со вкусом малину, вы думаете, он спросит лицензию на эту партию табака, нет, конечно, вы думаете, ему предоставят сертификат качества, ну, тоже, я думаю, что нет, если мы говорим о вот этих фильтрах, да, то есть на штуках электронных, к ним идут обычные сигареты с обычным табаком, просто при курении монштук электронного не выделяется запах, вернее, он там как-то скрывается, видимо, и нам говорят, что якобы не выделяется дым, который не пахнет, но это обычный табак, то есть здесь всегда идет обман, и причем мы не знаем последствий этого обмана, мы не можем сказать, какой продукт туда наливает, и это страшно. Многие говорят, что у курильщиков портятся зубы, что действительно так, эмаль, если бумага стерпит все, то вот зубная эмаль не очень много, и опять же сторонники новых способов курения говорят, что в нашем случае эмаль зубов не портится, потому что у нас нет как такового горения, у нас есть испарение, и холодный дым зубам никакого вреда не наносят. Что медицина скажет? Ну, мы говорим о том, что любое курение, не важно какие это сигареты, кальян или вейпы, оно приводит к разрушению самой эмали зубной. Она настолько чувствительна, что нам порой кажется, что это не будет зубного камня, желтизны, еще чего-то, и мы забываем о том, что любое воздействие веществ отрицательно сказывается полностью на эмали. Тем более, если мы говорим о вейпах, там еще нагретый воздух, и это все провоцирует действительно разрушение самой эмали зуба. А там дальше и кариес, и привлечение десен, то есть это все сопутствующие уже заболевания табакокурения. Ну и подытоживая, можно ли, мы уже, по-моему, об этом не раз за сегодня проговорили, но насколько действительно в реальности курение можно назвать смертельно опасной привычкой? Давайте подведем итог. Наш организм это как часы. Если какой-то механизм, ну вот представьте, просто хорошие часы, добротные, механические, электрические, без разницы, электронные вернее, если в них попадет вода, что с ними будет? Ну, очевидно, да, они придут в негодность. И здесь то же самое. Человеческий организм настолько цельный, уникальный и универсальный часовой такой механизм, что когда в него попадает что-то отрицательное негативное, он просто начинает ломаться. И мы сейчас говорим, что табака, курение это опаснейшее, опаснейшее баловство для детей, опаснейшее для подростков, для будущего потомства, для мам тем более будущих. И когда мы говорим, что это зависимость, приравненная уже как к наркотическим средствам в наркозависимость от табака и никотина, мы говорим, что последствия очень ужасны, очень ужасны. И без последствий табак курения не обходится. И когда говорим, как вы сказали, что говорит медицина, мы всегда говорим, посмотрите на успешных людей. Успешные люди осознанно выбирают отказ от вредных привычек, беря только одну правильную привычку, это здоровый образ жизни. Вот и все. спасибо большое, Наталья Александровна. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, я надеюсь, что зрителям было интересно с нами. Спасибо, Тимур, что приглашаете нас участвовать в ваших передачах. Если у вас привычка табаку, и вы не можете бросить самостоятельно, обращайтесь к нам, обращайтесь к специалистам, которые вам обязательно помогут. Сейчас любые специалисты это анонимно. Кто не будет знать, что вы не курите, лучше читайте, читайте наш сайт, заходите в наши социальные сети, оставайтесь на связи, не забывайте ставить колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И с вами был Тимур Туманов, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова